Вопрос. Заработает ли оно с первого раза? Ответ. Никто не знает. Модем, дисплей, лоа. Unexpected Symbol. Едет. Модем, дисплей, лоа. Что ж тебе тут Unexpected Symbol-то? Здесь все правильно. Так. В строке 11. Строка 11. Это здесь. Тут у меня все правильно. Тут все правильно. Как бы мне взять только четвертую, только четвертое событие? Хороший вопрос. Вы не поверите. Вот. C1 говорит, что у него есть какие-то тики. Единственное, что я, конечно же, ошибся в программе для C1. И там вот этот каунтер, который должен увеличиваться, он не увеличивается. Но как бы черт бы с ним, пусть они увеличиваются. Главное, что он что-то шлет. Вот. Так. Теперь нужно... Теперь нужно вот это оставить как есть. Но, наверное, этот компьютер взять с собой, пофиксить программу в репозитории и ехать наверх. Так. C1. Это у нас... Как бы сказать-то правильно... Читалка того, что происходит в системе... Самое в моей батарейке. Но пока что она только тикла. Мы ей даем модем. C2. Это машина, которую мы потом переименуем. Она будет... Как бы в нее прицелиться. Вот. А мы тут сразу же делаем деплой. Во. Все. Приехала. Приехал пофикшенной модем. Модем. Стоп. Сюда. Модем. Модем. Дисплей. 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 Что-то... А! И ничего не происходит. Правильно. Он заработал. Так. Здесь мы... Едет... Просто чтобы убедиться. Модем. Тикер. Луа. Модем. Тикер. Луа. Вот здесь вот нам нужно... Counter++. Не помню, есть ли в Луа Counter++. Но давайте считать, что есть. Запускам. Ага. Нет. Плюс-плюсов нету. Counter. А плюс равно есть. Ладно. Очень интересный язык программирования. Так. Ну и, соответственно, он нам теперь начинает тикать. Вот он нам сюда тикает. И мы здесь видим тик-1, тик-2, тик-3. Так. Замечательно. Теперь. Мы выходим из всего этого безобразия. Мы... О-о-о-о. А как вот этот шеф закрыть? Ладно. Хорошо. То есть он продолжает тикать. Ну ладно. Пусть и продолжает тикать. Это нас не пугает. Нас интересует тест. GetEnergyStored. GetTransferPerTick. GetMaxEnergyStored. Нас интересуют вот эти две штуки. GetEnergyStored и GetMaxEnergyStored. Может быть, конечно... А, ну и GetTransferPerTick. Нас интересуют все три вот эти функции. Давайте сейчас мы это сделаем в лавашечке. А, P равно периферал в раб. Бак. Бэк. P. GetEnergyStored. И нам тут дают какие-то дебиллионы. Но мы не хотим такие дебиллионы. Давайте мы будем мерить в миллионах RF. Вот сколько у нас есть энергии. Шикарно. Я думаю, что... Да, кстати, надо будет еще красивую функцию написать. Так, давайте P. GetMax. Нет. E-N-E-N-E-N-E-R-G. Макс? Нет. Макс. Нет. GetMax. GetMax. EnergyStored. Даст нам как раз 214 вот эти вот 100%. То есть, если мы их поделим одну на другую, мы получим количество процентов. Насколько у нас забита коробочка. И, собственно, вот эта вот величина нас интересует. Нас интересует TransferPerTick. И нас интересует в процентах. Процент в full. Ага. Значит, мы сейчас берем программу, которая делает Tick. И делаем из нее еще одну программу, которая, собственно, посылает нам вот эти вот сообщения о том, сколько у нас чего есть. Окей. Есть одна неприятная история. Я тут смотрел, что возвращает GetTransferPerTick. И я установился к... Не. 15, 16. 11. А здесь? Так, стоп. Вот эта штуковина. Ноль. Потому что я ткнулся сюда. Она принимает. Она принимает. И сколько она принимает? Она принимает 4. А эта штука отдает, ну, 16, 15. А говорит про себя, что 11. 11. 11. Может быть, это средний TransferPerTick? Ну, буду надеяться, что да, что средний TransferPerTick. Окей. Будем знать, что это средний TransferPerTick. Ладно. Я подцепился к правильной коробочке. Я думал, что я подцепился к той, которая принимает. Та, которая принимает, скорее всего, будет говорить, что ну, я всегда получаю вот эти 4 от бензиновых генераторов. Но нас это интересует, сколько мы тратим. Итак. Там у нас в фоне продолжает крутиться программа, которая делает Tick. Но мы ее сейчас выключим. К сожалению, я не знаю, как их выключать. Но мы просто разломаем этот компьютер. Деплой. Специфия репозитория. Ну, в Ани. ГХФО. Такого не бывает. Потому что нужен слэш. Так. Что приехало? Приехал EnergyReader. Ну, давайте посмотрим, что такое EnergyReader. Нет. Модем EnergyReader. Почему все лежит в директории модем, я еще не знаю. Но потом перенесем. А может быть и нет. Все то же самое. Модем. Батареечка. Пауза. Канал. Наше имя. Для того, чтобы мы знали, откуда приезжает. Откуда приезжают сведения. LocalCounter. Не нужен уже больше, кстати. Заполняем переменную фил. Делим EnergyStore. Делим EnergyStore. Тик. Сейф. И run. На удивление, что-то запустилось. Пошли смотреть. О, уже неплохо. Уже нижний компьютер знает о том, что происходит. Так. А теперь самое интересное. Я не хочу это делать вот в таком виде, в таком логе. Ну, вообще фигня какая-то. Это нужно каким-то образом красиво оформить. Как это красиво оформить? Да очень просто. Мы будем разрезать полученные сообщения на ключ и значения. Запихивать в таблицу. А потом выводить таблицу. Классно же. Но теперь, к сожалению, вот эту коробочку придется раздолбать. Потому что... Магнит-то включен? Включен. Потому что я не знаю, как ее правильно остановить. Так. Ставим модем наверх. Деплой. О, а вот это вот помню, где лежит репозиторий. Приехал в новый дисплей. Давайте его edit. Modem. Дисплей. А. Modem. Дисплей. Что оно делает? У меня есть переменная state. Которая является таблицей. Каждый раз, когда приезжает месседж... Ой, я тут ошибочку допустил. Позорную. Скопипастил и все не поправил. Скопипастил из своего предыдущего проекта. Мы из этого месседжа вырезаем название компьютера, двоеточие название переменной, и отрезаем от него значение того, что приехало. И помещаем вот в это общее долговременное хранилище вот это вот значение. А потом каждый раз мы выводим... Ой, да. Мы выводим все значения. Давайте после этого еще сделаем один пустой принт для того, чтобы немножечко отбить старый экран от нового экрана. Во! Теперь каждый раз, когда к нам приезжает тик, мы показываем, сколько у нас чего на самом деле приехало. Уже, кстати, можно пользоваться. Ну, конечно, некрасиво. Надо сейчас... А. Очищать экран. А. Б. Немножечко пофиксить вот это вот барахло, которое... У меня же в репозитории эта ошибка осталась. Надо ее зафиксить. Но уже прям правильно работает. Компьютер 1 сообщает, что у него тик 339. Компьютер 1 сообщает, что фит у него 11600, 11800. Странно, кстати. Врет ведь гадина. Вот. И говорит, что заполненность у него... Я неправильно что-то на что-то разделил. Так, ну да. Я же максимальное разделил на минимальное. Надо минимальное на максимальное. То есть я сейчас правлю баги. Узнаю, как очищать экран. И можно идти монтировать. Такс. Вот эту штучку надо как-то остановить. Я не хочу, чтобы тиколка здесь тикала. Ну, не место. Здесь тиколки тиков. Так, ставим крышечку наверх. Диплой. Я не буду прямо сейчас добавлять в автозагрузку этому компьютеру. Хотя надо вот этот Energy Reader. Мы его просто запускаем. Energy Reader. И он тикает. Да. Эта штуковина тоже. А ее можно, кстати... А здесь можно сделать интереснее. Здесь мы выходим. Опять Deploy. И едет модем DisplayLaw. Если я все сделал правильно, то будет красиво. Что-то происходит. Что-то ничего не происходит. Не происходит даже ошибки. Тики идут. Ну, вот этот вот тик 419. Мы выключили программу тикер. И последний тик, который мы видели от этого компа, это 419. Здесь все идет. Здесь все не идет. Почему здесь все не идет? Вот я же делаю. Clear. Курсор POS. State. NPR. Sprint. Может быть, терм clear не так работает. Давайте посмотрим, как работает терм. Clear. Да, есть такой терм clear. Может быть, setCursorPos неправильная история. А может быть, надо все-таки сделать setBackground. Ну, давайте попробуем. А я не умею работать с терминалами. Давайте принудительно сделаем терм. SetBackgroundColorBlack. Так. Раз, два, три, четыре. А, я знаю, в чем дело. Да, я немножечко скозлил. Этот комп надо вырубить. Дело в том, что мы открыли модем и прочитали из него вот этот вот тик. Едет модем дисплей. Мы прочитали. В одной программе мы уже прочитали это событие. Ну, в другую программу оно не попадет, конечно. Так, давайте убедимся, что первоначальная версия моей программы работает правильно и хорошо. Ну, вроде тики прошли. Но все равно, да, что-то как-то вот это вот... Что-то как-то все плохо. То есть, что будет, если мы закомментируем... Ну, если мы закомментируем, у нас тут код вообще не изменился. Терм.клер и терм.сет.курсор. Run? О! Нет, проблема именно в терм.клере. Ужас какой. А как правильно очистить экран? Что я решил сделать? У нас есть команда клер. Она прямо в шеле есть. Окей. Если она есть в шеле, значит, можно ее посмотреть. Так, это, по-моему, лежит в роме. Programs. Клер. Вот она. Терм.клер. Терм.сет.курсор.пос.1.1. Вопрос. Почему у них получается, а у нас нет? Нет. Может быть, надо как-то терм там открыть или что-то. Run. Да. Что-то я ничего не понимаю. Ко мне, кстати, приезжает фил, но больше не приезжает фид. Не, ну понятно, почему приезжает фил. Потому что я его вычитываю, значит, где-то в один из вот этих вот. Всегда будет всегда приезжать фид, но никогда не будет приезжать фил. Потому что его вычитывает вот эта штуковина. Или вот эта штуковина. Ну ладно, не важно. Я думаю, что плохо, конечно. Но работает же. А, я опять сделал вот эту штуку выдающей. Выдающей же, да. Теперь надо сделать принимающей обратно. Я думаю, что пора сказать, что лучший враг хорошего. Надо воспользоваться чьей-нибудь чужой библиотекой для рисования. И надо где-то разместить огромный, во всю стену. Экран. 4 к 3. Как в лучших домах. Ай. 4 к 3, я сказал. Вот. И выводить на него наше энергетическое состояние базы. Вопрос. Есть такая команда monitor. Monitor. Monitor name program. Monitor. А, стоп. Ну и программу нам надо немножечко изменить. Едет модем display. Едет модем display. Луа. Раз уж у нас ни черта не получилось, было бы неплохо. Вместо вот этого термклеера, может, а может с ним запустится. Мы же на мониторе запускаемся. А, давайте сделаем. Так и сделаем. Итого. Монитор left. Модем. Дисплей. Луа. Че-то здесь не то. Оттемп to index local модем и за ним волю. Есть такая история. Есть. Мы же модем не подключили. Я боюсь, мне придется ее убить. Так. Вот это. Модем. Модем. И еще раз разок. Монитор. Left. Модем. Дисплей луа. Ничего не рисует, потому что этот клейер прям вот работает как часики. Окей. Хорошо. Ломаем. И удаляем вот это вот безобразие, которое я решил оставить. Вместо вот этих вот термклеер, вот этих всех прочих красивостей, мы сделаем большую отбивку. Например, из пяти. Не меньше принтов. К сожалению, у нас нет клипборда и приходится это все набирать руками. Так что, да, пяти, не больше. Четырех. Сейв. Ексит. Монитор. Левт. Модем. Дисплей луа. Вот. Теперь эта штуковина вот здесь вот внизу показывает, сколько у нас примерно энергии в нашей коробочке. И если я вдруг не взначай, сейчас сделаю глупость и включу вот этот рычажок и посмотрю, что будет написано в коробочке, потребление выросло до двадцати трех. До двадцати трех. С одиннадцати. Но надо отключить эту коробочку по одной простой причине. Зачем мне руда? Мне руда не нужна. Сколько у нас тут? Три-четыре кфета. И наверху еще один. Итого я вырабатываю четыре кфета. Потому что руда попадает вот в этот белый сундучок, а потом попадает вот сюда вот. И тут у меня будет руда. Вот она. У меня и так 81К. Руды из угля. Вот это все приехало. Вот это все приехало. Зачем оно мне здесь? Не это. Вот это все приехало. Вот это вот приехало. Вот это. Мне это все не надо. Оно забивает ценные ячейки, потому что хранилища нормального у нас тут для нее нету. Руду, которую можно перетереть, можно по-быстрому запихнуть сюда. А руду, которую нужно разбить. И, кстати, у нас же есть угольная руда в системе. И много. Для нее есть хранилища. Хороший вопрос. Для нее нет хранилища. То есть угольная руда. Сколько ее? 81К. И 61К. Нет, не может быть такого. 81К руды должно где-то храниться. редстонную я помню. Для редстонной я вот делал. Нет, где стабилайзит? Вот редстонная руда. А вот угольная руда. Ну и пусть уголь полежит в руде. Нужно будет раздобим. Хотя, за кадром можно сделать... Я же сюда привел. Я же сюда привел кабель. Можно сделать... Это какой интерфейс? Это интерфейс из Refined Storage, которого больше быть не должно. Надо сюда притащить интерфейс из Refined Storage к Refined Storage. Надо сделать интерфейс из АЕшки. Все то же самое, как и было с Refined Storage. Только эта штука теперь... Эта штука теперь разбивает алмазики и уголь. А где уголь? Был же уголь. Во! И таким образом перекидывает весь уголь к чертям собачьим. Ой, сколько сюда можно? А, это крафтинг паттерны. Вот. Эта штуковина начала долбить. А быстро, кстати, работает. Начала долбить. А почему сюда приехал уголь? Эм... 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 А почему... А почему... Ага... То есть, вот эта штука вот так вот берет и вытаскивает все, что не успело уехать. А эта штука пытается, значит, алмазы нам тут поставить. А почему уголь не может доехать? Эм... Сколько у нас в системе угля и вот этими своими жуткими действиями не совершил ли я разлом интерфейс терминал? Блокинг мод ignore the contents of the targeted do push crafting items and inventory contents items. Ага! Не, ну серьезно. Его, наверное, надо как-то правильно выставить. И самое важное проверить. Я боюсь криперов. Я думаю, там что-то зеленое. А сколько у нас тут каналов? Сколько у нас тут? Тут, тут, каналов. Тут у нас каналов 20. И с 32. Ну, что, нормально. Осталось только правильно запустить эту машину. Судя по всему, насколько я понимаю, вот эти интерфейсы, они как-то правильно крутятся. Их можно крутить. У него есть какие-то специальные пимпочки, которыми этот интерфейс смотрит в... Давайте проверим. Специальные пимпочки, которыми этот интерфейс смотрит. Нет, нет, нет. Он просто тупый интерфейс. То есть он просто устанавливается. Вот к нему все подцепилось. у меня есть труба, которая в него запихивает. Видимо, придется поставить фильтр того, что труба в него запихивает, тогда будет работать нормально. Но что-то мне это очень сильно не нравится. Так. Сюда только уголь. Типа и сюда только уголь. А почему у него ничего не приезжает? Сюда нужна какая-то крафточка. Крафтительная карточка? Нет. Но как бы в системе есть уголь. В системе до черта угля. почему я не имею доступа из интерфейса в этот уголь? Крафтить его не надо. Это StorageBus. Хороший вопрос. Я не знаю на него ответа. Как бы уголь есть. А, ну да, потому что здесь white list должен стоять. Тогда уголь будет уезжать. Но почему он не приезжает сюда? Почему сюда приезжает вот этот уголь? И почему вот эта штука его не забирает? Глупость какая. Очень интересно. Но об этом мы узнаем чуть позже.